Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». Сколько же интересного футбола нам удалось посмотреть на прошедшей неделе. Это Лига чемпионов, где два наших российских клуба встречались с представителями Италии и с представителями Германии. Это Лига Европы, где, к сожалению, еще не все хорошо получается у наших команд. Ну и, естественно, 14-й тур чемпионата России. Вот уже к экватору приближается наше первенство, и уже есть определенные лидеры, есть аутсайдеры. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Александром Сосницким, Константином Щербиненко, Илья Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что, мы готовы сегодня, мне кажется, достаточно интересно, где-то в каких-то моментах, не соглашаясь друг с другом, обсудить тот футбол, который мы видели. Слева от меня, справа от вас скамейка победителей, да, это у нас болельщики «Спартака» и «Динамо», о чем мы, естественно, поговорим. Ну и справа от меня, соответственно, слева от вас, это болельщики «ЦСКА» и «Локомотива». Ребят, ну уж извините, вы сегодня на скамейке, я даже не знаю, не запасных, но штрафников абсолютно точно. Итак, дорогие друзья, у нас прямой эфир, телефоны вы видите на своих экранах, поэтому звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и поговорим о наших командах, которые играют как в европейском турнире, так и у нас здесь, в родной матушке России. Ну и начинаем, как всегда, с Лиги Чемпионов. Вспоминаем сами и даем такую возможность вам, как закончились матчи с участием наших российских команд. Итак, Лига Чемпионов Ювентус, Локомотив 2-1, ну и Лейпсик, Зенит 2-1. Как говорится, постоянство наших российских команд, да, в этом плане, наверное, не очень порадовало. Итак, переходим, естественно, к Локомотиву. 1-0. Все в восторге просто от игры, первый тайм, забили, в Италии все хорошо, не утерпели, не удержали победный счет. Вот, что случилось? Случилось то, что сказался класс футболиста, в частности, Дебала, да, не путать его ни в коем разе ни с кем другим, как это мог бы сделать Юрий Павлович, да, Семин. Но, Олег, много было сказано после игры, что вот Локомотив, красавцы, 77-я минута, держим счет, первый тайм мы выиграли, но мы проиграли. Мы проиграли там лучшие команды, и это ни в коем случае не оправдание, Олег. Если вот был бы зацеп, ничья бы, то же самое, очко, можно было бы что-то говорить, но я считаю, что это проигрыш, и, скажем так, Локомотив мог сделать чудо, но они этого не сделали. Это где-то недоработка. А можем ли мы за это винить Локомотив? Винить нельзя, потому что, если честно, у Ювентуса это была не лучшая игра в сезоне, а у Локомотива это была одна из интереснейших игр за последние несколько лет, да, в Европе. Вот, но, скажем так, не шмогла, как говорится, а после, я не знаю, будем равняться на такие команды и будем строже к этому, чтобы побеждать. Локомотива потерян, как это сказать, не стимул, а потеряна какая-то природа игр с такими командами, потому что представители, да, у нас Сергей, там, Динамо, Спартак, ну, что говорить, тысячу лет уже не играли с большими, скажем так, командами. ЦСКА каждый сезон, то Баварии, то Манчестеры и так далее, и так далее. Локомотив не... Вы с Наполи играли в 2014-м? Как, с кем? В 2014-м, с Наполи. Ну, Наполи, ну, да, они сейчас, как бы там, второе место у них. Спартак играл, что-то вы путаете. Спартак играл, да. С Грандами. С Арсеналом. Ну. 7-0, мы все это прекрасно помним. Спартак с Челси играл. С Челси, да. Я там еще Никита Барановича играл. Спартак не играл, Спартак все-таки проигрывал. Да, проигрывал. Итак, хотелось бы, да, Олег, сказать, что вот у Локомотива сейчас эта стадия вот такая, и дай бог, чтобы она вот чуть-чуть вот вверх шла. Да, да, потому что виден класс команд, но и видно, что Локомотив, например, не проигрывает уже Атлетика Мадрид с разгромным счетом по сумме двух встреч, что с Ювентусом держится более-менее. Много было сил, конечно, потрачено, и многие осуждали Юрия Павловича. Не хватило скамеечки. Уже Идову был не тот на 75-й минуте, когда его терроризировал, что один Куадрадо нападающий защитник, что Дебава, что Криштиан Роналду с другого вечный плеймейкер. Вот, а сейчас будет теплый прием, как минимум, в туринской команде. Я абсолютно не сомневаюсь, что Локомотив подготовится к Ювентусу, и надеюсь, по крайней мере, что ничью можно с ними захватить у себя дома. Я почему, Илья, еще хотел спросить по поводу ЦСКА. Естественно, мы еще подойдем к этим матчам. Привычка играть с Бавариями и со всеми остальными, а вот привычки играть с Ференцварышами и со всеми остальными, видимо, еще с тех времен и осталось. Наверное, чуть попозже об этом поговорим, что ЦСКА происходит. Ну, то есть, скорее, у Мадрид был в прошлом сезоне, по крайней мере. Да, но я поэтому и говорю. Сергей, по поводу Ювентус-Локомотив, я знаю, это же итальянский чемпионат, тебе не чушь. Я хочу сказать, что, конечно, как Локомотив был командой Семина, командой тренера великого, я считаю, тренера, так он и есть. Поэтому вот этот матч, он показал, что действительно Юрий Павлович, он замечательный тренер, все правильно тактически построил команду перед игрой с таким грандом. Наметилась одна проблемка, мне кажется, все-таки, вот я не знаю, с Сашей, да, разговаривали с другими вратарями, потому что я не вратарь, Костя тоже не вратарил, может быть, не сказать. Но вратарей все говорят, что Гильермо, конечно, ошибается. Гильермо, это на данный момент слабое немножко звено в составе Локомотива. Не совсем уже, но ошибки есть, которые приводят к результативным ошибкам, понимаешь, и страдает команда от этого. Если по полкам, можно разбавить по полкам. Мы же прекрасно понимаем, что, не знаю, там 5-10 вратарей, которым, да, ну, они там, не знаю, вот великие. Начиная с Льва Ивановича Яшина, у которого на прошлой неделе был день рождения, естественно, мы всей, как говорится, нашей бригадой поздравляем. Да, Сергей, у нас ты в маечке. Я сегодня пришел на специально юбилейные маечки. Да, юбилейные маечки. 90-лет Льву Ивановичу, да. И вот хотели вратарскую тему, Саша, обсуждали уже в филиале в нашем и с другими вратарями. Вот именно Гильермо, вот они разложили у меня ошибки его, действительно. Я сначала не обратил внимания, вроде бы, как вот, может быть, Костя тоже смотрел, тоже. Ну, вроде бы, да, со стороны не скажешь, что он виноват в чем-то. А потом они начинают мне рассказывать, что вот так и так, так и так поступил Гильермо, можно было так сыграть. Там опорная нога не так пошла, он не так встал, вышел далеко, что сказалось вот во втором матче. Вот, и... Я сейчас понимаю, Сереж, как болельщик Локомотива, это трудно, но вот со стороны видно лучше. Ну, да, да, да. И люди, которые оценивают, это тоже видно. Здесь вот, например, сборность сравнивают, да, и Локомотив. Возможно, слишком сильное доверие Зёмина Гильерме сказывается, а Черчесов не будет ему доверять. Почему? Потому что он любичок сборный. Он две игры отстоял, даже с саммарины. Я имею в виду, да, если бы он сделал бы такие ошибки, возможно, бы Гильерме больше не стоял бы дальше. Костя, последние два матча, Олег, ты скажешь, там ударов сколько было по воротам Гильермы произведено? В сборной шепс. В сборной? Да. Ну, два-три. За два матча. И, кстати, Сёмин не хотел брать, когда контракт заканчивался. У Гильермы? Да. Сёмин не хотел брать его. Я не знаю, каким чудом там он остался. То есть... Нет, я к чему ещё просто говорю, да. Ну, действительно, там 5-10 вратарей, которые, ну, играют, ну, это лучшие вратарей мира, да? Да, в этом. Гильерме, на мой взгляд, это игрок, как мы, да, Саша, говорили, это игрок линии. То есть он... Да, да. На линии красавчик. Плохо у него, получается, выходы, он... Да, но он вот на линии. Ну, человек контратака, он может схватить мяч с углового, запустить, как никто не делает в нашем чемпионате. И Локомотив ещё сможет бонзить гол в ворота соперника. А наш телезритель, который до нас дозволился, я уверен, тоже это делает не хуже. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот я что хотел сказать. Плохо, слышно. Чуть громче мы не слышим. В общем, виновата физподготовка. В общем, виновата физподготовка. Прошу звукорежиссёра включить там... То есть уже, как повторно, кончается... Игра кончается, еле ходят. Еле ходят. Что это за дела? Что это за дела? Я предлагаю такой вариант. В Советском Союзе играли два раза в неделю. Да. И неплохо играли, я скажу. Да что это? Что это за дела? Раз в неделю? Да вы представляете, это убийство, а не футбол. Убийство. Что вы делаете? Что делают тренеры? Это что? Это за безобразие? Этого, как его, игрок, ЦСКА. Его кнайк надо, Чалов. Чалов там, Миха Чалов. Совершенно верно. Это не игрок. Это не игрок Чалов. А его сборную берут. Что это? Чалов ещё не берут сборную. Молодёжку. Молодёжку может твориться. Всё. Я больше ничего не скажу. Пока. Спасибо. Спасибо вам огромное за ваше мнение. Ну, трудно с вами не согласиться, потому что, действительно, даже мы сегодня, перед передачей, готовясь к ней, мы говорили о том, что действительно в Европе играют по несколько матчей в неделю. Но. И ничего. Что мы говорили? Что там расстояние маленькое. Там на автобусе можно съездить из одного города в другой. там за полчаса ты уже в другом и играешь. А у нас… Ну, хорошо. Возьмём Премьер-лигу. Какой самый дальний выезд у нас в Премьер-лиге? Ну, сейчас… Ну, остальные это города. Сейчас, да. Питер, Крылья… А до этого был, Красноярск был, помнишь, Лодивосток, на Хоббе-то было. Ну, сейчас нет такого. Сейчас нет, да. Сейчас Аренбург, наверное, да? Аренбург, может быть. Или там… Екатеринбург. Екатеринбург, наверное. Самый дальний выезд – это Екатеринбург. Ну, тут же встречный какой-то вопрос логический. А как тогда хоккейная команда демонстрирует всё равно ярко… Не-не-не, там по-другому. Они не как по-другому. 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 Спаренные, да. Они уезжают на Дальний Восток. Играют там в Хабаровске, играют в Владивостоке. Не приезжая в Москву. А потом… Вот правильно, Коська. А через неделю приезжают. Недельный цикл у них. Нет. Это у нас всё правильно. Мы согласны. Мы же не спорим. Но у нас нет таких… Футболисты так не могут. У нас сейчас в Премьер-лиге нет таких выездов. Ну, нет. Ну, с командой, да. А этого нет. До Ростова полтора часа долететь. Ну, вот так вот, да. Если посмотреть. На самолёте, да? До Питера, ну, не знаю. Четыре часа на поезде. Два часа до Деренбурга там на самолёте лететь. Ну, около того. Два с половиной. Два с половиной, скорее всего, да. Ну, скорее всего. Итак, давайте мы по локомотиву посмотрим турнирную таблицу. Насколько локомотив не выключается, мне кажется, абсолютно из гонки. Ювентус на первом месте семь очков. Атлетика семь очков. Конечно, эти команды, скорее всего, и будут бороться за выход в плей-офф лиги чемпионов. Но локомотив три очка. И у них, получается, сейчас спаренный, да, с Ювентусом дома и с Байером… С Байером будет тоже дома. На выезде. Или дома? Дома, пятый тур. Дома. А, да, с Байером будет домашний. Дома и потом… Атлетика будет на выезде. Атлетика будет на выезде. Твой из последний матч традиционный для России. Ну да, да, да. Скажи, Константин. А вот здесь вот теперь, честно говоря, сначала было трудно что-то либо представить. Но вот эта вот выездная победа и вера в свой клуб и в то, как они себе показали в Италии, может перевернуть этот мир футбола так, как мы его… за что мы его и любим. Без шансов. Да? Вот. Ну, шансов, конечно, выйти из этой группы крайне мало, но зацепить Евровесну… Да. …большие шансы. Третье место. Да, да, да. Итак, немножко о Зените. Если честно, я не думал, что Зенит проиграет Лейпцигу. Ну, по крайней мере, хотя бы ничья должна была быть. Но, к сожалению, Зенит не показал той игры, которой мы привыкли видеть их в чемпионате, ну или первые матчи в Лигу чемпионов. Ну, приехал, Олег, приехал после победы крупной на… 6-0. 6-0 над Ростовом. 6-1. Все писали, нормальные журналисты, говорили, что в Германии будет совсем другая игра, что нельзя расслабляться, нельзя так же приезжать и вроде как спокойненько обыгрывать. Потому что немцы – это немцы, они никогда не будут играть как Ростов, допустим, в открытый футбол с ними. И показал матч, все правильно. Все просили сбылись. Да и Лейпциг, честно говоря, в полном порядке последние несколько сезонов. Нет, несколько сезонов они, да, надо отметить. Ну, выездной матч с Зенитом, плюс Зенит все-таки набрал свои очки в первых двух матчах, он, может быть, до некоторой степени мог себе позволить проиграть эту игру. А может быть, это тоже говорит о силе Зенита, что он уже приучил к тому, что мы смотрим игру выездную с Лейпцигом, и все удивились тому, что он проигрывает. Да, да, да. Хотя это, в общем-то, по-моему, обычно стоит. Олег, мучайте еще об одном аспекте, чтобы Россия-то уступила строчку. А это мы сейчас еще дойдем. Конечно, конечно. На третье слабо. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая у нас образовалась в группе G. У Зенита не все так и плохо. Лейпциг 6. Ну, да. И снова не забываем, что с Лейпцигом мы еще играем дома, Зенит играет, да? Да, да. Поэтому на втором месте 4, Леон 4, Бенфика 3. И как и говорили, в общем-то, после жеребевки, да, что, ребята, эта группа абсолютно ровная, что, в общем-то, сейчас мы и видим. Ну, да. Одна победа Бенфики, и там проигры с Лейпцигом. У нас Бенфика на первом, и Лейпциг на последнем. Ну, что скажет Александр, для Зенита так же, без шансов? Почему? Тут другая ситуация. Нет, думаю, вот как раз Зенит с шансами. С шансами. С шансами, да, он выйдет. А вот Локомотив без шансов. Честно говоря, думаю, что в следующем туре эта группа вообще закончится. Два места определиться после четвертого тура. То есть, Ювентус и Атлетика побеждают? Конечно. И все, и на этом заканчивается. А что значит заканчивается? Ну, Лига чемпионов, да, закончится. Да, третье место поборется. Ну, третье место-то не поборется? Да. Или вы настолько уже... Спартак до финалов доходит всех турниров, в которых они участвуют, что уже прям... Практически. Да, практически. Хорошо. Давайте переходим мы к многострадальной Лиге Европы. Многострадальной для нас болельщиков, ну и, наверное, для команд, которые в них участвуют. Краснодар и ЦСКА. Посмотрим результаты. И они, естественно, нас не радуют. Особенно турнирное положение. И если Краснодар смог с Трапзон спором что-то показать, взять три очка, то ЦСКА с Ференс Варышем дома уступил со счетом 0-1. Не знаю, что это у нас за история такая у нас, но, по крайней мере, мы точно можем сказать, что Краснодар победил дома Трапзон спор 0-2 и ЦСКА Ференс Варыш 0-1. Илья, тебе вопрос. Когда уже ЦСКА научится играть с аутсайдерами? А я считаю, что и Лудогорец, и Ференс Варыш – это аутсайдер. Безусловно, Олег, ни мне, ни моим друзьям в страшной сне не могло присниться после жеребьевки, что армейцы после трех игр будут иметь 0 очков в своем активе. Да. Но это есть. Ты же видишь, и вы все видите, что армейцы последние игры играют просто абсолютно по одному сценарию. И вообще при оценке армейцев и их игры есть несколько различных подходов. Смотри, выбирай, какой тебе нравится. Первый – это такой оптимистично-фанатский, Олег. Это то, что не везет. Потому что моментов много, их надо забивать. И действительно, по игре в Испаньол мы должны были обыгрывать или как минимум играть ничью. Ференс Варыш – просто выигранный матч с Уфой. Выигранный матч с Динамо как минимум ничейный. Но в итоге только одно очко в этих четырех матчах. Второй подход – это такой экспертно-критический. Где мы можем посмотреть на Виктора Михайловича с пустыми глазами. У меня такое ощущение, что матчи заканчиваются. И он звонит жене и говорит – скоро буду. То есть у меня какого-то впечатления, что он… Он так говорит просто после каждого поражения. Ну, мы должны через это пройти. Ну, это была сильная команда. Ну, чего себе сильная команда. Мы Леонида Викторовича наезжали, когда он проиграл Баварию. Потом обыграл Манчестер Сити. Мы еще как-то были недовольны тем, что армейцы прижимались к своим воротам в этих играх. А тот объективно, ну, такие слабые соперники. Ну, будем объективными. Все эти три команды, ну, не лита явно. А помните, три матча назад мы говорили, Испаньол был на каком месте? Там, на 14-м или каком-то, да? Я вчера посмотрел, Испаньол на последнем. А, да. На 20-м месте уже. Все. Испаньол на 20-м месте. Опустился. И что? А ничего. Задача – выиграть Лигу Европы и на следующий год Лигу чемпионов. И в Сегунде играть. А в этом году? Да, Серег. Илья, как считаешь, а вот Сергей Реброфун, тренер Ференс Вароша, он обыграл вообще тренера? Однозначно. А сейчас Гончаренко во всех этих играх тренеры переигрывают. Тренер Гончаренко. Будь то тренер Уфы, будь то тренер Динамо. 100%. Мы смотрим просто рейтаймы, и уже вот эта отмазка, что не хватает физики. Локомотиву тоже физики не хватает. Да, да. Поэтому Локомотив очки набирает. Явно Гончаренко вообще не… Вот он смотрит, и вот как шахматист слабый, который вот играет, он… Ну, есть же такая фраза, что одни и те же действия прилагаешь, и надеешься получить другой результат. Вот слабые шахматисты, они проигрывают партию, не анализируют ее, делают тоже там дебют, разыграют те же идеи в Метельшпиле, опять проиграют. Так вот это катится. Тут Гончаренко смотрит, ну а сейчас, давай вот сейчас вот прессинг, давай вот нажмем первые там 15 минут, сильно-сильно, ай, не забили, опять тором тайме посыпались. То есть он вообще не может не подкрутить. Сейчас вот мы вернемся чуть позже, может третья, четвертая составляющая, что с армейцами происходит. Да. Но как бы вот из этих позиций вопросы к тренеру однозначно есть. Интересно, что у вас там в чатах вот своих вот армейских творится. Ну как бы вы несете тренера или так больше как бы пожимаете плечами, типа ну ладно. Ну армейцы вообще, вообще ЦСКА, клуб в отличие от многих других, практически всех, это команда, которая по-военному скрепляет зубы, гляп и терпит. А потому что ничего другого не остается. Мы не Спартак, нет финансирования. Да, приучил, что ребята, мы живем только за счет денег вот моих каких-то там, за счет европродажи, за счет его выступления в Европе и так далее. К нам клуб не поедет, понимаете. Вот у нас есть Гончаренко, будем с ним работать, но дальше продолжим, может быть, при оценке игры ЦСКА-1. Давайте, давайте еще о Краснодаре немножко поговорим. Сереж, Краснодар, ну в какую-то, не знаю, вырвался из ямы, которой он вот последний месяц был? Ну не знаю. Знаешь, вот если брать матч этот, потом брать матч чемпионата, то Краснодар такая команда действительно непонятная. То есть, во-первых, они, я как говорил на прошлых передачах, они мало уделяют внимания обороне. Да, они больше играют на атаку. И как их глава клуба, так и остальные тренеры говорят, что да, мы нацелены на атаку, нам главное зрелищный футбол. Понимаешь, вот иногда не работает эта схема, потому что когда надо набирать очки, либо еще дожимать соперника, вот как мы вернемся к чемпионату, то есть, ну, Краснодар немножко, видишь, делает осечки. Опять же, получается, смотри, Олег, какая ситуация, что клубы, которые сыграли в Еврокубках, да, в чемпионате, они, конечно, практически только Краснодар, да, очко набрал. Да. А, Зенит выиграл, да, еще Зенит. Ну, Зенит все-таки выиграл у Крылья Совета, поэтому давайте, да, не забывать. Соперник был немножко не такой. Да, не тот соперник. Ну, хотя у Краснодара тоже Оренбург был. Ну, не знаю, вернемся к этому сейчас. Да. Ну что ж, давайте посмотрим турнирное положение, которое у нас образовалось. Вот, к сожалению, у меня нет монитора, чтобы понять, вышел таблицу или нет, но, по крайней мере, в Лиге Европы. Итак, смотрим, у нас Краснодар на третьем месте набрал три очка благодаря победе над Трабзон Спором. Ну, и Базель семь, Хитафи шесть, Краснодар, ну, и Трабзон Спорт одно очко. И для Краснодара, мне кажется, ничего не потеряно. Для Краснодара, у которого три балла, Базель-Хитафи, Хитафи, наверное, будет биться из последних сил. Вот. Базель, имея в своем активе семь очков, наверняка в ответной встрече с Краснодаром, да, ну, явно не уступит этому коллективу. Краснодара нужно только будет попытать счастье еще раз на своем поле всех обыграть, да, с Трабзон Спором. Они же сыграли. С Трабзон Спором они сыграют дома. Да. Он же на выезде победил, да. И, честно говоря, ну, не скажи, Олег, что у Краснодара прям стопроцентные показатели на то, что они выйдут из этой группы. Хорошо. Трабзон Спор дома. Хитафи, если мне память, по-моему, не изменяет, тоже дома играют. Нет, по-моему, с Хитафи все-таки. Хитафи на выезде. На выезде, значит, с Базелем дома. Ну, Краснодар набрал такой минимум, который позволяет ему бороться дальше. То есть, он набрал при одном домашнем матче, получается, три очка. Ну, да. Первое место тут вряд ли, может быть, будет. Нет, первое, наверное, нет. Второе, реально. Да. Короче, Краснодар борется. Зенит, как говорится, не первый, но и не третий. Шанс есть хороший. Но Локомотив, скорее всего, третий. Локомотив, все-таки, группа, давайте не забывать, да, какая группа? Атлетика и Ювентус. Ну, и положение ЦСКА. Тоже мы сейчас увидим турнирную таблицу. Ну, там, конечно, все просто печальнее, наверное, и нету. Испаньол. Двадцатая команда первенства Испании на первом месте. Лудогорец. Да, чемпион. Двадцатая командочка, это болгарец. Я думаю, ее даже нет, наверное, в сотне европейских команд. А про Ференс Варыш, наверное, не знает нынешнее поколение. А про Ференс Варыш. Наверное, скорее всего, да. Ну, и ЦСКА. Ноль очков. После трех игр ноль очков. И я, честно говоря, не знаю. Говорят, там какие-то математические шансы есть? Да. А давайте я вам задам вопрос. А есть ли они не математические? Нет. Все матчи выигрывать и шанс зацепиться есть. При условии, что проиграют, там кто? Ференс Варыш? Все матчи. В предыдущей программе говорили о том, что ЦСКА уже нужно трешку набирать как раз таки с Варышем. Однозначно. И уже прогресс. Вообще у ЦСКА есть один фактор, который однозначно говорит о том, что армейцы уже закончились его выступления в Лиге Европы. У этого ЦСКА, ну, все-таки, давайте будем честными перед своими собой. Характера нет. Почему? Вагнер, Лава, приглашайте Жо, если он еще играет. И Мусу, и Думбию, и Карвалью. Зимой, когда вылетят они? И Дуду. Сейчас уже просто как-то ностальгически вспоминаешь вот эти составы. Там с Мусой, Думбию и наконечников. Да, и Вагнер, и Карвалью. Ну, про эти золотые. Это самые золотые. Времена Жо. Да, да, да. Согласен. Ну что ж, ЦСКА осталось играть три игры. И Эспаньол, и Филинс Варыш, и Лудогориц обыграть можно. Это девять очков, друзья мои. Это девять очков. Можно. Я верю, верю, что ЦСКА, как и Краснодар, как и Зенит, как и Локомотив, весной нас еще порадует. Ну что ж, мы достаточно много уделили внимания и времени выступления наших четырех команд в европейских турнирах. Ну и пришла пора перейти к чемпионату России, к нашему родному. Тем более, результаты некоторых болельщиков очень и очень порадовали, что нельзя сказать о представителе других команд. Итак, давайте вспомним результаты 14-го тура и начнем их обсуждать. Краснодар-Оренбург 1-1 после достойной победы. К сожалению, ничья. ЦСКА Динамо 0-1. Какой-то уже становится злой рок для армейской команды. Не могут победить Динамо уже, по-моему, с 14-го года. Закономерно. Локомотив Спартак 0-3. На мой взгляд, абсолютно незакономерная победа, но, как говорится, счет на табло. Крылья Советов Зенит 0-2. Ну, Зенит просто более качественная, более классная команда. Ростов-Сочи почему-то получилось 0-2. Хотя, на самом деле, 2-0. Не, 0-2, но Ростов же вроде в гостях играл. А, играл в гостях. Перепутали Сочи-Ростов, все правильно. Ахмат Арсенал 1-1. Тамбов Уфа 3-0. Ну, и Рубин с Уралом 0-0. Давайте перейдем, наверное, к центральному матчу. Почему, наверное? Это действительно центральный был матч 14-го тура. Матч Спартак-Локомотив. Мы поговорили сейчас о Локомотиве. Пришло время поговорить о Спартаке. И не только потому, что эта команда победила. Не только потому, что у них новый тренер. Победили на тот момент лидера чемпионата. Локомотив был на первом месте. Александр. Я слушаю. Расскажите о своих внутренних ощущениях, эмоциях. Как вы восприняли, что Спартак обыграл Локомотив? Я был вообще счастлив. Я не знаю. Сбылась мечта. Поверил в чемпионат. Я верил в команду. Мы всегда верим в команду свою. И ребята показали, доказали игрой. Не так, как вы сказали, что случайно получилось. Я не сказал случайно. Да. 3-0. Случайно не бывает 3-0. Нет. Спартак играл очень грамотно. Выполнял все установки тренера. Правильно? Ребята бились. Хотели доказать. Что 5 игр подряд, это не случайность. ЦСКА сыграла 4 игры подряд. Ничего. Нормально. Да. А ЦСКА? Ну, я не знаю. Для болельщика ЦСКА, мне кажется, отрадно, что уже болельщики Спартака обращают внимание. Равняются. 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 Мы не равняемся. У нас сдвинулось место. Вот эта яма. Мы... Были в яме? Да. Практически были в яме. Сейчас мы вышли с ямы. Сейчас... То есть одной игрой вы сразу вышли из ямы? Почему? Одной. Две игры сыграли. С Рубином сыграли. С этим Спартаком сыграли. Ой, со Спартаком. С этим... С Локомотивом. С Локомотивом. Игра показала? Ну, конечно. Вы говорили, там, случайные какие-то голы. Да, я согласен. Там привез вратарь Локомотива первый гол. А не привез бы. Смогли победить? Ну, если бы, да. Да и второй. Да. Второй также. Ну, команда играла, играла. Другая установка на игру. Другое расположение игроков. Ну, все. То есть играли три защитника. Играли. Да, там кто-то возмущались, да. Писали, почему Спартак играет, типа, сзади там автобусом, да. То есть на контратаках. Но это приносит сейчас результат. Конечно. Принес результат, да. То есть они не играют там, да, в Спартаковскую. То есть хотят от Спартака, чтобы Спартак играл в атакующий футбол, да. Саша, скажите, Бакаева поставил он на место. Сейчас, секундочку. У нас есть телефонный звонок. Давайте пообщаемся, да. И продолжим нашу такую теплую беседу о Спартаке. Добрый вечер. Вот Спартак очень мне понравился. Играл прекрасно. Играл классно. Такие передачи. Такое живопонимание игроков. Я просто ужаснулся. Неужели это Спартак играет? Да мы все ужаснулись. Неужели это Спартак? Неужели это играет московский Спартак? Вот это прекрасно, что вот. И я сравню этого, опять, я сравню Чалова. Как он попал в сборную. Любил очень. И увидели, как он играет. Да не попал он в сборную молодежку. И увидели, как он играет. Боже, это позор для футбола. Позор, позор. Три раза. Все, дойдем до позора еще. Спасибо. Слава Спартаку. Слава Спартаку. Спасибо большое. Действительно, в этом туре Слава Спартаку обыграли лидера чемпионата. Мне кажется, Олег, это реально переклик может быть где-то в стадии 50-ти лет, что болельщики другого клуба начинают немножко топить за Спартак. Ну, или это такой некий. Ну, нет, зачем топить? Они просто за красивую игру, что действительно показалось. Нет, ну, болельщик Спартака наверняка звонил. Да, команда, ребята. Так, 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 так. Расскажите нам. Антинародная команда. Нам, антинародная команда. Нам, антинародная команда. Олег, я сказал перед этим эфиром, что у Спартака сейчас, к сожалению, для Локомотива новый цикл. Цикл начала. Когда эгегей, новый тренер, классная игра. Мы верим в него. И вот такие вот победы сразу же сходу. Посмотрим, что будет дальше. Друзья мои. Да, Серёж. Про Бакаева я сказал, что сам тренер Бакаев сказал, что он попросил тренера якобы Тедеско поставить его именно в центр полузащиты. И, получается, Бакаев отдал три результативных передачи. Так он же и есть планмейкер. По-моему, две отдал и один забил. Нет, две забил у него. Нет, две забил у них Варсон, который вышел на замену. И Понца. И все три отдал Бакаеву. Да, да, да. Хит-трик. Хит-трик. Хит-трик попасал. И видишь, попал человек на своё место, сразу игра изменилась. И плюс Саша правильно сказал, что изменил схему. Пришёл новый тренер. Другие задачи. Я всегда сравнил последние матчи Спартака и Динамо. Мы были очень похожи. И по тренерам, и по подходу к игре. И по самой игре даже, действительно, похоже. Переодень там Спартак в синее и Динамо в красное. Не отличишь, кто играет. А здесь, действительно, я посмотрел, естественно, кто-то из умных таких сделал так, что два матча шли в одно время. Пришлось мне, конечно, смотреть лучшие моменты Спартака с Локомотивом, а смотреть матч с ИСК Динамо. Но потому что я видел, конечно, Тедеско перестроил Спартак. И именно вот зажёг команду. Как и Динамо зажёг Новиков, мы придём к этому. Так же и Спартак зажёг новый тренер. Знаете, что я вам скажу? Я, честно говоря, не понимаю. Чего не понимаешь? Ну, одна победа и всё. Тедеско зашёг команду. Да по игре, Олег, почему победа? Ну, пусть они 0-0 сыграли, но как они играли? Вот правильно сказал зритель, что он не узнал Спартак. Спартак играл по-другому. Так в одной игре и ИСК Ореал обыгрывает, а потом Ференс Варышем не может мучиться. Одна игра. Ну, давайте, подожди, дефирамбы. Мы не поём, мы говорим. Спартак СССР обыграл? Давай так вот. Спартак СССР обыграл? Ну, что дальше? Давайте про тренеров. Ну и Лаудруб обыгрывался. Где Лаудруб? Да? Каждый раз, когда Спартак менял тренер, он всегда выдавал вот такой вот матч. Не Лаудруб, а Лаудруб. Нет, ты не понял, ребята. Спартак изменился с приходом? Игра изменилась. Я не понял. Я не понял. Я зато вижу, что 0-0 с Рубином был в первом матче. Ребят, вы вот такое ощущение, как будто вы за Спартак в яму. Лишь бы Спартак был в яме. Понимаете? Как может быть в яме народная команда? Приучи. Она никак не может. Правильно. У меня такое ощущение, что вы все против Спартака. Понимаете? Я понимаю, что да, у вас там есть свои команды, которые за них там... Да, Рубин чемпион. Да. Ну что, вы не хотите порадоваться, действительно? Да мы хотим порадоваться, но... Ладно, хорошо, ребят. Давайте поступим таким образом. Один тур мы порадуемся за Спартак. Вот на этой лавочке сидят люди, которые радуются, не спят уже какую ночь от радости. Я считаю так, что один раз еще не чемпион. На грани, на грани. Договоримся. Интересно, кстати, на Тодеску посмотреть. Реально вот видно было, изменилась игра. И вы знаете, когда болельщики находятся на матче, они видят это все. Они видят это, рот открывается и не верится. Как? Ну, за счет чего? Вроде как и атакуют, и дают. Ребят, да он 10 дней в Спартаке, что он мог изменить? Он ничего не мог изменить. Он игру поменял, схему другая игры. Ребят. Человек, который 20 лет играет в футбол по одной схеме, а потом пришел Тодеску, показал им. Ребят, вот ты бежишь вот сюда, а ты бежишь вот сюда. И они прям в первой же игре побежали таким образом, как и Несси. Он доверил ребятам, и ребята задали. А чего же мы раньше так не бегали? Ты нас не поймешь. Я тебе к Динамо потом приведу пример. Хорошо. То же самое было. Хорошо. Ребят, это просто всплеск, это определенные эмоции. Интересно посмотреть. Это то же самое, ты с запорожца садишься в Мерседес и говоришь, ой, ничего себе, он быстрее 50 км в час едет эта машина. Всплеск. Посмотрим всплеск. Ну, конечно. Посмотрим следующий тур и вообще посмотрим концовку чемпионата, кто где будет. Ну, это естественно все расставит на свои места. Да, все расставит на свои места, все станет. Согласен. Что еще по Спартаку хотелось бы добавить и по игре Спартака и локомотива? По Спартаку, честно, я считаю, что защита спартаковцев, Джига, Джики и Жиго, это одни из сильнейших защитников нашего чемпионата. Соглашусь. А Максименко творил чудеса в этом матче. Я не знаю, почему их в сборную еще не взяли. Вот эта троица, если останется у Спартака до конца сезона, я соглашусь с Александром, Спартак сможет подняться… На шестое место. На приличное место, скажем так, да. По крайней мере в пятерке. А мы поборемся еще с Спартаком. Ну, опять же, все зависит от этого. И про Спартак, что еще. В принципе, вот эти вот новички, которые, Полнце, Ларсен, они впервые заиграли. Самый дорогой сидел в запасе и не выходил. Кто? Мирзов. А у нас у него что? Мирзов, действительно, в этой игре не принимал участия. Ну что ж, я не знаю, но, к сожалению, не удалось посмотреть этот матч только в обзоре. И когда, да, ну, по ходу матча сообщали счет, что счет Спартак забил, потом второй, потом третий. Ну, я честно скажу, немножко удивился. Почему? Потому что, ну, ожидать было от Локомотива на своем поле… 55-й минуты был 0-0. Да, 0-0, да, да, да. Я не ожидал, скажу честно. Скажу честно. Спартаку честь и хвала поменяли игру, поменяли тренера. И, как сказал один комментатор, что Спартаку повезло в игре с Локомотивом, но только потому, что поменяли Конова. Я слышал про одно серьезное изменение, которое Тодеско вел в Спартаке с первых дней. Саш, ты же, может быть, слышал об этом? На базу, теперь они на стадионе… Да, да. Тренируются. Да, то есть, они сейчас на базу, там, у них база на Тарасовке или, да? То есть, сейчас тренировка… На открытии арене… Тидум задумывается о продаже Тарасовки. Чувствую. То есть, они на базу не… На Москве тренируются. Чё к далеко ездить, правильно? Хорошо, что они на Спартаку. Видимо, опять Ярославку начали ремонтировать. Да, да. Действительно. Так, ну что, давайте переходим к следующему матчу. ЦСКА Динамо. Я смог посмотреть этот матч. Я не скажу, что ЦСКА проиграл в этой игре. Но и не могу сказать, что Динамо выиграла в этой игре. Действительно непонятно, какой счёт был бы более, наверное, подходящий, скажем так, к этому матчу. Но Динамо забила на один мяч больше, а значит, соответственно, и победила. Сергей, поздравляю. Спасибо. Действительно, с августа месяца, мне кажется, комментатор, который этот матч комментировал, мне кажется, он раз, ну не знаю, там, 10-15 раз он напомнил о том, что Динамо с августа месяца не побеждала. Динамо с августа месяца не побеждала. И вот она пришла победа. Я тебя поздравил, а теперь дели свои эмоции. Бывший игрок Динамо и ЦСКА Гусев, он говорил, счёт на табло всегда, говорит, смотрите на табло. Ну что, я скажу так, что Динамо заслужил вообще эту победу, потому что, ну как заслужила, и удача вроде бы, с одной стороны, баланс строя Динамо. Потому что, если вспомнить пенальти в начале игры, Глашич промахнулся. И я думаю, даже, понимаешь, я когда смотрел, думаю, ну даже если забьют, думаю, ну Динамо не должно проиграть в этом матче 100%. Потому что ещё есть второй тайм. Да, ещё там играть практически второй, первый ещё там впереди был. Думаю, ну… Нет, ну первый нет, потому что ещё играть второй тайм. Ну второй тайм точно. А, ну да, потому что все говорили, да, ты к тому ведёшь, что, как Гончаренко даже сказал в интервью, что нам все говорили, что ЦСКА спад во втором тайме. Действительно говорили все. Я даже на улице общался с болельщиками, армейцами, с Динамо, с Спартаком. Они говорят, дожимайте во втором тайме. Но, не знаю, почему тренер Гончаренко это не учёл. Он же говорит об этом, значит он знал, что да, они сдадут во втором тайме. И ЦСКА действительно сдали. Посмотреть по твоей любимой статистике, ЦСКА за весь матч нанёшь два удара в створ. Динамо 4. Вот. И как они хотели выиграть. И получается, да, ну вроде бы они тоже. Посмотрел по статистике владение мячом, там тоже небольшая разница. 51-49. Я больше скажу, даже бывают матчи, когда два удара в створ, а три забитых мяча. Вот Локомотив возьмите с Спартаком. Там Локомотив имел 70 с чем-то процентов владения там против Спартаком. Он выиграл Спартак 3-0. Извините. Ну что, возили, 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 возили. Это то же самое, как ЦСКА с Ростовом. Сейчас правильно вспоминать. Там Кенфеева ещё повыручал. Да, Кенфеев хорошо играл. Потому что у него претензий нет. А что значит повыручал? Когда команда проигрывает, вся идёт в атаку. Естественно, как Ростов. Убежал два раза и забил два мяча. Ну так же Динамо все те удары, в общем, понравилось. И это то же самое. Нет, Рауш в убор бил. Он взял, взял. Ну, любая команда держится на лидерах. На лидерах. Вот она и держится у вас на Кенфеева. На ком держится? Ну, режиме такой. На лидерах. Почему выиграли, Олег? Потому что, действительно, тоже поменяли тренера. Вот о чём я говорил в последней передаче. Надо менять Хохлова. Да. Мы всегда это говорили. Поменяли. И сейчас смотри, возьмите, если кому интересно, интервью всех игроков. Сейчас многие игроки дают интервью. Нинамовские. И тот же Рыков, и Ордец, вот эти защитники дают. И вратари все дают интервью. Поменялась сама структура. В команде климат поменялся. Тренировки стали другими. Ставило очень много тактических занятий. Разбор команды перед игрой. Он приехал на матч ЦСКА Ференс Вараж. Он рассматривал этот матч. То есть, это не просто так подход. Понимаешь? А там непонятно, как они жаловались, что с тренировки. Там Никифоров даже проболтался, что в одном из матчей он сказал, да ладно, идите там разберётесь. А кто тренер в «Динамо»? Новиков. Кирилл Нориков. А он до этого где работал? Он играл в «Манюшку». До 27 лет он играл в «Динамо». Получил серьёзную травму колено. Уж пришлось уйти ему. А он сын знаменитого «Динамо» Александра Новикова. По кличке «Автоген». Были такие два защитника. Никулин и Новиков. Одного звали «Коса», другого «Автоген». То есть, и на воротах «Гонтарь и Пельгуй» стояли. То есть, пройти никто не мог. Мы играли очень много ничейных матчей. Но вот это сын его. Хотя его отец тоже тренировал «Динамо». И «Динамо» вспоминает, что не очень удачно тренировал. То есть, было много игр от обороны. А вот здесь совсем другая игра. Парень видно новой формации. Новый подход к игре. Помощник его Виталий Гришин. Тоже бывший игрок. Он поиграл и в «Динамо», и в «Торпедо». С СССР играл. Нет, я не буду врать. Вот. То есть, хороший штат. Гришин играл, но не тот. Да. И Гришин их много тогда было. То есть, да. Я соглашусь. Все. Победили. Молодцы. Удача была. Была. В какой веке. Ну. Ну. Тем более, да. Вот действительно, по статистике, Олег, взять. Действительно, вот СССР как-то нам везет. Везет сильнейшим. Сильнейшим, да. Это да. Тут не поспоришь. Друзья мои, не так много времени остается. Я бы хотел армейцев послушать. Что тут? Армейцев. Сейчас мы послушаем. Просто две минуты у нас в эфире. Ну да, да. Я, честно говоря, даже не помню, была ли такая ситуация, когда у нас за все эти десять лет, как идет наша передача, чтобы у нас все четыре человека, все болельщики встречались вот так вот между собой. Спартак, Локомотив, ЦСКА, Динамо, да? Ну да. В одном туре. Матч. Да. В одно время. В одно время. Илья, ну, небольшое резюме по ЦСКА и по этому матчу. Знаешь, во-первых, что же каждый год происходит с ЦСКА, когда Женя улетает в отпуск? А-а-а. Это же просто кошмар. Точно. А если все-таки более серьезный резюме, то есть еще третья составляющая оценки армейцев – это такая объективно-историческая. Моя любовь к футболу началась с команды «Динамо Киев» в 97-м году, когда она в итоге дошла. Почти Лига Чемпионов выиграла, такая яркая команда была. И потом команда до сих пор в разобранном виде вот уже 20 лет. Милан, вы все помните, к эпохе Шевченко-Инзаги, до сих пор прийти из себя не может. Таких примеров много. Мачестер Юнайтед, Спартак-Москва. То есть у ЦСКА объективно сейчас смена поколений, которая долго тянулась, и вот она наступила. Так что объективно армейцы находятся там, где по-другому быть, наверное, и не могло. Спасибо. Спасибо. Давайте посмотрим турнирную таблицу. Прямо буквально одна минутка у нас остается. Турнирную таблицу. «Зенит» — единоличный лидер после 14 туров. «Ростов», «Локомотив», «Краснодар», «ЦСКА» — это, на мой взгляд, уже определившаяся пятерка, которая будет бороться между собой за какие-то призовые места. Ну и далее у нас «Урал», «Спартак», «Крылья Советов». Это все, как говорится, в одной плоскости находится. «Рубин Арсенал», «Уфа», «Аренбург», ну и «Динамо». «Динамо» на 13-м месте были на предпоследнем. За счет этой победы, да, тоже удалось выйти, по крайней мере, с прямого вылета. Ну и интереснейший нас ждет 15-й тур. Все, мы подходим, уже подошли. К экватору чемпионата России, 15-й тур. И давайте посмотрим, какие нас матчи ждут. Итак, «Локомотиву», вне всяких сомнений, надо с «Уфой» разбираться. Пускай на выезде, хотя «Уфа» и «Зенит» обыграла, и «Спартак» обыграла, и кого он только не обыгрывал. «Динамо», «Ахмат». Ну «Динамо», если с «Ахматом» не продолжит победную традицию, ну, наверное, будет сложно о чем-то говорить. «Сочи», «Тамбов», ну и центральный матч тура. «Зенит», «ЦСК», «ЦСК» играет на выезде, «Зенит» на первом месте. Я думаю, тут-то «Зенит» и наколотит «ЦСК» не меньше трех штук. «Краснодар», «Ростов», не менее интересный матч, «Южное дерби», и будет очень и очень многое определять. «Урал», «Оренбург», «Крылья рубина», «Спартак», «Арсенал», ну, решают свои местечковые задачи. Ну, естественно. Я узнал, что Александр именно так и отреагирует. Конечно, «Спартаку» тоже надо многое доказывать, потому что, ну, «Арсенал» в прошлом году обыграл «Спартак», и, по-моему, прошлой была тренерская отставка, если мне память не изменяет. Именно Массимо Каррера был уволен после матча «Спартак-Арсенал». Друзья мои, в следующий вторник в 19.50 мы встречаемся здесь, в этой студии и обсуждаем самые лучшие моменты футбола. И не забываем, среда-четверг, Кубок России играют лучшие команды. Ну, а пока болеем за своих. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok